Юго-западная окраина населенного пункта Чистякова, бывший ТРС. Идентификация вооружения и техники проведена разведывательным сообществом InformNapalm. Танки Т-64БВ и Т-72Б ранних модификаций. Основное вооружение калибра 125 мм. На снимке выявлено 20 единиц. Боевая машина пехоты БМП-1, БМП-2. На снимке выявлено 25 единиц. Самоходная гаубица 2С1 Гвоздика. Вооружение калибра 122 мм. На снимке выявлено 4 единицы. Бронетранспортер БТР-80. Вооружение спаренная установка 14,5 мм пулемета КПВТ и 7,62 мм ПКТ. На снимке выявлено 5 единиц. Зенитно-ракетный комплекс 9К-35, стрела 10. Предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах. На снимке выявлена 1 единица. Инженерная машина разграждения ИМР-2. На снимке выявлены 2 единицы. Российская автоперевозочная станция АП-2. В августе 2016-го фиксировалась восемь расследований ИнформНапалм в 3 км от промзоны Авдеевки. На снимке выявлена 1 единица. Установка разминирования УР-77 Метеорит состоит исключительно на вооружении Российской Федерации. Помимо своего основного назначения разминирования объектов, используется для уничтожения живой силы в укрепленных руинах зданий. Использовалась ВСРФ во второй чеченской кампании, а также при штурме Донецкого аэропорта на Донбассе. Также замечено применение УР-77 в Сирии в районе Джабар. На снимке выявлены 2 единицы. Стратегические цели Российской Федерации не достигнуты. Международные соглашения, которые подписывает агрессор, не соблюдаются, гарантии не работают. Объединенные Российско-террористические силы продолжают милитаризацию оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Военная сила поставлена во главу угла решения геополитических амбиций Кремля. Минские договоренности урегулирования конфликта имеют те же шансы на успех, что и Будапештский меморандум. Зима близко.